Всем привет еще раз. Вот такой вот неожиданный 21 августа, пивная пятиминутка. Илья опять. Олег у меня зашел в гости, опять с пшеничкой. Говорит, ты такую не пробовал? Я такой, да, не пробовал. Как все вы, конечно же, знаете, это линейка из трех бутылочек. Никак до них дойти не могу, но очень хочу, потому что мне очень нравится. Во-первых, моя слабость идёт к чебурашкам, к немецким. Наши-то уже давно прекратили, сволочи, чебурашки. Даже фирменная пробочка есть, она не сфокусится. Во-вторых, этикетка. Она такая, я её называю газетная, матовая, чисто бумага, не глянца такая, матовая, шершавая. Так, пробочка фирменная, там тот же чел нарисован, только без этикетки. Класс. Ну, так что, раз уж мы сейчас с вами пшеничку, да, вайцем, да, разопьём, то остальные две уже обязательно уже придётся. Как раз у меня там два, две позиции осталось для следующей немецкой недели. Натур Вайцен. Натур Хуб. А называется оно, я лучше на транскрипте прочитаю, Лаутербайхер. Лаутербайхер Натур Вайцен. Чё ещё спереди? Сейт 1889. Пиварня старая, но вот я чё-то таких пробок у себя в коллекции не помню. Может, это опять же какой-то пив-гигант делает. Нет, Лаутербайхер есть. Хотя, вроде, чё-то знакомое есть. Тысячу лет не перебирал, конечно, в свои пробки. Чё-то похожее есть, только там волны ещё вокруг телотки. Ладно, не суть, хуй с ним. Чебурашечка, 0,5. Такое ощущение, что в Немецию... Чё я там, дрожит-то хоть стрёс? Нет? Ну, и лампа у меня, конечно, говяная. Наши чебурашки все просто из России увезли в начале нулевых, и всё. Там они обитают до сих пор. Ну, почему, а? Вот, блин, кроме вот Балтики-тройки бы ещё, вот, все бы вернулись бы в 0,5 в чебурашки. А какая бы красота была, какая ностальгия. Вот это я понимаю, блин. То делают, то, чё попало. Экология. Чебурашку сдал, денежку получил, стекло у вас нигде не валяется. Оно же не разлагается, в принципе-то, да? Оно не разбито, где-то в траве не валяется, в лесах не валяется. Всё. Экология. Плюсом. Почему бы нет? Бомжи вот всё это поздавали, там. Денежки получили. Плюс. Ну, хотя им денежки нельзя давать, если только они не голодны. Пиво светлое, пшеничное, не пастеризованное. Нефильтрованное, неосветлённое. Состав. Вода питьевая, соло пивоваренный. Пшеничный, соло пивоваренный. Ячменный, хмель, дрожжи. Всё окай, но у нас по... Опять же, всё каких-то... Содержание телового спирта 5,3 мл. Я так понимаю, тут 5,3 крепости, 13,2 плода. 5,3 крепости для пшенички. Ну, это серьёзно. Это хорошее чло. Срогодности. Кстати, насколько она у нас старенькая. Дата розлива. Да ты чё, наверное? И ты его ещё за такие деньги купил? Ты посмотри, дату розлива. Ему почти год. Ему без 10 дней год. Ни хрена себе. Они хоть скидку куда делали? Перекрёсток, конечно, вообще охуевший. Я там как бы и просроченное пиво видел. Им пофигу, они продают. Перекрёсток, конечно, наказывают за это дело. Я просто принципиально. И на этот раз я сниму шорт. Потому что, когда я первую просрочку увидел у них, банк, потом мятые банки, вот в хлам просто мятые. Вот видно, уронили прямо жёстко. Потом видел банку, у неё прямо из... Она тоже была помятая, у неё просто из ключа просто пиво сочилось. Стоит на полке, всё продаётся, всё нормально. Не, кстати, может я зря на них гоню. Может там как бы просто какой-то уронил. Такой, оп-оп, пострел обратно поставил. А эти зеваки не смотрят на свои полки. Как бы мимо проходят. Ну, продавцы сами, да? Ну, сотрудники. И как бы и похуй. Ну, возьмёт, возьмёт, какой-нибудь по пьяни возьмёт, не заметит. Ну, такой бананово-прелый уже аромат. В принципе, неплохо. Банан, банан, чё надо ебать? Посадочек есть. Пиво, опять же, жёлто-оранжевый. Посерединке в оранжевый немножко переходит. Давайте пробовать. К сожалению, пиво старенькое, сорян. Водянистое. Кислит. В первую очередь приходит кислинка. И, ну, опять же, вот надо на сроки годности встретить. Оно очень старое. Я думаю, что уже подходит вот этот вот результат. То, что окислит оно не как обычно. Такая лёгкая кислинка. Ммм, всё прекрасно. Оно прям кислит. Опять же, тело округленькое, хорошее. Прекрасное. Не, это нормально. В принципе. Самое жалкое то, что когда оно только появилось в Перике, оно стоило 130 рублей. Вот эта вот линейка из трёх вот этих чебурашек. Я сразу, конечно, обратил на них внимание. Обожаю немецкие чебурашки. И уже не первый раз, я повторяю, не второй, не третий. Вот. И я всё. И мне вот, у меня есть пиво. И я вот такой. Потом, 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 потом. Потом. 180 уже. 160 ещё было, по-моему. Потом 180 сейчас уже. А Олег вообще за сколько сейчас уже взял? 230. 230. Ну, как бы. 10 дней до просрока пива. Они его ещё и до 230 поднимают. Ну, Перик, конечно, по-красавцы. Я не знаю, как они это делают. А вот ты всегда смотри. Тем более, ты любишь иностранное пиво. Всегда смотри на срок годности. Если старое, больше полугода. Ну его нахуй. Просто не бери. Ищи то же самое, но посвежее. В других магазинах. Так, в принципе, нормально, спокойно, хорошая пшеничка. Пить можно. Только один последний совет. Ищите, как и Леву, тот же самый совет. Смотрите сроки годности. Ищите посвежее. Всё, на этом будем заканчивать. Поэтому не болейте, берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новый стиль пива. Открывайте для себя новую пиварню. И на этом уже точно заканчиваем. И ещё раз. Адьос, Амигас. Амигас.